здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и продолжаем знакомить вас с победителями премии губернатора московской области андрея воробьева который называется очень просто мы рядом ради перемены сегодня здесь в студии у нас елена гайфулина руководитель сообщества мама оффлайн ну и естественно название очень притягательное любопытное такое современное я уж не знаю как она пандемийная до пандемийной или пост пандемийной сейчас мы все узнаем и узнаем о фестивале город детства за который собственно говоря елена и ее сотоварищи до получили премию здравствуйте итак что такое мама оффлайн это вы на что намекаете 8 лет назад так когда я стала мамой я столкнулась такой ситуации что очень много людей вокруг меня они еще не мамы у нас как бы интересы разделились и я стала искать таких же мам то есть я стал уходить в интернет я стала общаться там и я понимала что вот я ухожу на улицу с кем не общаться то есть как это можно подойти и познакомиться когда ты совсем маленький да ты стоит на площадку вышел сразу познакомился и побежал играть как-то во взрослом возрасте делается то есть для меня это было вот но очень сложно но к моему счастью нашем городском округе были еще четыре девочки которые у которых была та же самая проблема как у меня нам не хватало живого общения к тому же был такой момент что досуг для мам 3 с детками 3 плюс есть а для мам с малышами совсем до от нуля до только в центре москвы нам это как бы вот ну почему у нас такого нет то есть как бы может быть мы не плохо посмотрели плохо все про зонди изучили да начали смотреть не действительно такого у нас как бы не было на развивашки там берут год и старше и будешь как бы выпал этот небольшой период да да то есть когда мама вообще в принципе впадает ну впадает назовем так входит в декрет немножечко движение идет в другое направление и вот это вот вся бурлящая жизнь она остается где-то вне тебя то есть ты сидишь и смотришь там мой это там туда пошел а этот туда пошел а я я тоже хочу а куда я пойду у меня ребенок на руках маленький вас кстати ну кто мальчик где вы меня сил на сегодняшний день и мальчик и девочка и мальчик и да а первый год был кто когда проект дочь элина 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 я родила в 2011 году так вот а мальчик мальчик руслан 2016 года рождения комплект хорошо когда мальчик 2 то есть элина будет за ним ухаживать но я скажу так сейчас у нас руслан в том возрасте когда он уже защищает или ну если на площадке какой-то конфликт даже не разобравшись он идет всегда заступается сестру здесь я очень горжусь и как вы стали то есть вы нашли этих четырех говорите и девчонок и получилось сообщество но получилось как бы скажем так небольшая группа который мы жили на разных концах города давайте встречаться ну чем мы вчетвером только встретимся как мы с детьми поедем и давайте а давайте как-то объединяться давайте что-нибудь придумаем у нас на тот момент была очень популярна тема это анти кафе а давайте говоримся с анти кафе а может быть мы там встретимся а давайте и мы вошли в это анти кафе и поняли что вот как вот мы встретились потому что с того дня у нас начались ну вот мы первый раз встретились да то есть именно к чему призывает наш вообще вот мама оффлайн мы за живое общение потому что ну мы сейчас живем в не в чате не в чате да несмотря на то что нас тоже есть много вот как джат мамочек так называемый и не один вот и именно отложить ненадолго свои гаджеты и просто пообщаться в живую глаза в глаза потому что ну я сейчас смотрю на деток мы едем допустим не на свои то я когда работала в школе мы допустим я ей везу учеников они сидят не разговаривают с друг другом сидят в телефонах я буду так у меня машине правило все телефона убрали общаемся все вместе то есть даже такого что они друг с другом переписываются не то что какие-то секретные какие-то банальные вопросы они решают непосредственно в телефоне но некоторые даже сейчас знакомятся такси вот спас от посмотришь кафе молодой юношей девушкой они через телефон общая то есть как бы а вы решили вернуть до человеческая община чего сейчас мне кажется все равно продолжает людям не хватать а что обсуждалось вот на этом первом первое заседание ваша маленькой партии мы просто встретились познакомились рассказали друг о друга а друг к друге и давайте как-то дальше встречаться надо что-то придумать тут нам подходит директор антикафе говорит у меня подружка есть психолог а давайте мы проведем тематическую встречу с психологом такие отличная идея собираем уже мам чуть побольше проводим эту тематическую встречу всем с психологом но это такой формат когда приходишь в театр с ребенком с маленьким ребенок себя плохо ведет и все сразу начинать до напрягаться отворачивается еще что-то мы виновата кто мама мама плохо воспитала вот и именно тот формат который у нас был на тот момент встреч он именно был что дети нам не мешают дети наоборот то есть как бы нас толкает к тому чтобы мы общались чтобы они друг другом знакомились мы когда познакомились у меня или не было уже ближе к двум моим так называемым коллегам у одной девочки им еще не было года мы разговаривали вот эти вот мамские темы до которые обсуждались в чате мы их обсуждали там прикорм подгузник и вот это вот все но только вот с живыми людьми не на площадке потому что еще хотя бы хотя смотрите кажется что это так и должно быть что это так естественно но все равно люди прячутся в карете да люди прячутся в чате еще объясню почему когда ты именно входишь вот в первый в декрет ты еще не понимаешь как себя вести то есть со вторым ребенком не уже проще там я знаю за что заговорить да как познакомиться то есть это уже по-другому совершенно у нас именно была такая рука помощи мы помогали друг другу мы помогали потом уже в дальнейшем мамочкам которые только вот стали мамами что мир мам это вообще на самом деле очень большое движение не побоюсь этого слова потому что здесь когда все на работе то есть немножко если уйти сейчас в общественную жизнь давай вот эти вот все замечания да там перевернули мусорку кто об этом сообщит кто это увидит мама либо бабушка либо мама либо бабушка либо мама то есть и это можно сообщить на за ну так через жалобу какую-то а можно то есть да не довести да можно просто довести информацию позвонить сказать знаете нас тут мусорку перевернуть чтобы у них не было правда вы знаете у нас тут дерево там спиливают еще что то то есть именно найти вот этот вот диалог от наверное ну это не все к сожалению могут наше время проще опять-таки что сделать написать ну конечно портали оставить свои замечания и показать о том то что вот это вот свою значимость именно письменно ты приди расскажи про это это же будет это же будет эффективнее конечно вот значит след но если верт возвращаем встречам потом мы решили провести игру то есть это было разошлись вообще разошлись до провели какую-то игру для мам то есть нас уже подключались папы к нам уже приходили беременные мамы то есть еще еще не матой даже 0 или когда до минус минус 0 да вот и мы понимали что нам этого не хватает то есть и это нужно людям в окружении вот выдавать сейчас такой очень важный момент мы обязательно поговорим про премию нас есть вторая часть не переживайте о фестивале расскажите все очень важный момент вот вы коснулись темы вот этого живого человеческого общения когда а просто ты общаешься когда ты еще с ребенком и ты как бы делишься опытом и такой постоянный живой реальный лайфхак да верно да вот откуда по приходили люди вы как-то это рекламировали сначала мы завели страничку вконтакте то и занимались как сейчас называется спамом мы просто искали мамы отправляли и отправляли им ссылочку посмотри какой сообщества уже так и называлась мама да 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 это то есть это без каких-то там черновых кто придумал елена орлова это скажем так один из основателей нашего сообщества мы общаемся дружим до сих пор елена сейчас больше уже в своей работе она меньше уже в делах но при этом растут да конечно у меня тоже уже двое деток стало но при этом мы всегда поддерживаем связь если нужна какая-то помощь мы всегда друг другу помогаем потому что на сегодняшний день мама оффлайн стал клубом взаимопомощи взаимовыручки то есть если мы знаем у кого-то какие-то проблемы нам обращается не могли бы вы мне помочь то очень просто в пустоту криво а именно конкретно да конкретно то есть вот у меня там такая такая-то проблема мы сядем обмозгуем где куда кому обратиться возьмем за руку мы приведем человека к тому к тому кто может помочь то есть это не так что ну пишут а мы пишут она ну говорят и говорят ну ну чё здесь ну ничего не сделаешь вот здесь именно это как ну конкретно для меня это как вызов принят если ко мне обратились за помощью то я понимаю что значит я могу помочь а вот по поводу помощи одно дело когда собралось 4 человека потом еще добавились там мужья помогали детки росли но тут же очень важно потихонечку должны появляться специалисты потому что ведь очень часто у детей проблемы ну похоже да но дело там решил купил что-нибудь в аптеке или магазине а другое дело когда нужен специально и вот если опять возвращаться к самым истокам да мы начали общаться и одна из мам говорит вы знаете а я стоматолог о прекрасно давайте проведем встречу со стоматологом другая мама а я кондитер следующая мама а я занимаюсь подбором имиджа ну давайте мы видим и да вот и мы стали уже приглашать этих же мам которые ушли от работы но им же она же внутри все равно криви ты хочется это все реализовать все это выдать в люди и показать что вот пожалуйста вот она эта информация эта информация доступна и ты приди и получи эту информацию потом уже дальнейшем пользуйся кстати вот вы говорите что и стали мужья приходить и так далее ведь это во-первых а решает еще семейную проблему когда нервы до существуют а тут как клуб по интересам и как бы и мужики немножко отдыхают да и мама делается но тем не менее и вы привносите привносите как бы в семью какие-то и мамочки и это то есть этот это польза для всех для сами решения чтобы не вдвоем да там супруги решали и куда ребенок в расы заболела что хорошо еще такой вопрос он хотя должен был изначально первым прозвучать а зачем именно вам это не ведь ведь уже выросли дети уже можно было сказать все я свой подвиг совершила хватит мне кажется это уже стало таким детищем надо есть я своим это такое свое родное я скажу так что у меня помимо того что у меня появились коллеги у меня появились подруги которые такие же как я мамы и я уже своей жизни без них не представляю то есть мама оффлайн это можно засыпать мы общаемся обсуждаем новое мероприятие просыпаться у нас кто-то там поехал отдыхать мы уже там отправляем друг другу пожелание хорошего полета то есть это для меня это стала семья для меня это стала семья без которой своей жизни я уже не могу представить ну значит легко предположить что пробежит большое количество небольшое вернее количество времени появится новый проект который будет называться бабушки оффлайн нет мы не будем конкуренции имеющимся хорошо кстати чтобы уже завершить так организационную часть а потом поговорить второй части фестиваля а как мама сейчас могут к вам попасть и лала у вас существует какая-то субординация там ну во первых у нас есть чат организаторов есть чат организаторов и на сегодняшний день я могу смело заявить что именно в этот чат и стать организатором одним из нас можно пройдя конкурс мамочка-любертянка потому что именно на этом конкурсе девочки раскрываются и так как это не работа это хобби это движение где мы понимаем что вот с таким человеком не будет комфортно работать демократично да понятно хорошо альтруистично альтруистично ну окей сейчас во второй части поговорим собственно говоря премии вот рядом с еленой стоит ну как скажем диплом такой своеобразный лауреату премии губернатора московской области мы рядом ради перемен елена гайфулина руководитель сообщества мама оффлайн дождитесь напомню что эта программа открытый диалог и у нас гостях сегодня елена гайфулина руководитель сообщества мама оффлайн мы о нем подробно рассказали в первой части а вот во второй еще раз хочу обратить ваше внимание на какой довольно любопытный диплом дизайн лауреату премии губернатора московской области мы рядом ради перемен я так понимаю что вы его получили за фестиваль город детства который существует уже пять лет 5 лет рассказывать во первых почему приняли решение участвовать в премии и что для вас этот фестиваль ну в премии мы вообще в принципе участвуем уже далеко не первый год первый год я была беременна вторым ребенком мы я помню на финал я даже не знаю каким образом мы попали на финал потому что мы не были в числе победителей нас пригласили мы там побыли и я сидела мы сидели в партере и это поймала себя на мысли что я тоже хочу выйти на сцену и получить вот вот это вот награды да то есть эти буквально там три секунды три секунды наверное которым я могу прийти сама как сама со своей командой конечно потому что ну на сегодняшний день без команды я себя уже не представляю вот мы участвовали год участвовали два-три в прошлом году нам повезло мы тоже были среди победителей в этом году мы подались мы подали не будет скрывать мы подали несколько проект потому что там несколько направлений а несколько на русская более средняя широкая но жюри было по нраву наш фестиваль детства сам фестиваль детства у нас начался с такого скажем так с идеи вот смотрите прежде чем расскажите название звучит довольно просто фестиваль детства таких фестивалей мне кажется ну много не хочется горит миллион вот но без души говорится на тут бессмысленно что либо делать вот поэтому почему именно фестиваль детства это тоже от мам оффлайн идет же да 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 это непосредственно маму оффлайнер проводят этот фестиваль кому пришла идея я была в парке горького увидела скажем так подглядела правильно парад колясок я думаю боже это же так здорово просто да и просто что тут такого собери из картона красивую коляску и я подумала почему у нас такого нет и буквально спустя это было у нас и меня дочери было три года так когда дочери было уже четыре года четыре с половиной я уже глубоко беременна вторым ребенком со слезами на глазах на площадь наташинских прудах встречала этот парад колясок состоялась да это состоялось несмотря на все погодные условия потому что мы попали в ураган мы попали в ливень не все все самое плохое никто не ушел и я поняла что мы движемся на правильном пути на следующий год мы добавили параду колясок еще довольно таки большое количество мастер-классов мы стали расти мы ежегодно задаем параду колясок непосредственно тему которые люди придерживаются исполняют свои такие шедевры потому что когда специально заказывают газель ты того чтобы привести замок принцессы на коляску ничего это все-таки говорит о том что людям это интересно это интересно поучаствовать опять таки но это же как бы семейная такая за вообще в принципе это же как получается создание самому самого шедевра это ты создаешь план то есть получил тему создал план дальнейшем что ты создаешь чертеж собрать это ты это все собираешь ты же одна это не будешь собирать конечно тут подключается вся семья дедушки и бабушки это костюм и соседи друзья родственники то есть это большая семейная работа нас ничего так больше не объединяет как совместная работа тем более что надо выступить и конечно наша коляска должна быть самый мощный да и дальнейшем мы стали добавлять спортивные состязания девятнадцатом году мы провели такие большие благодаря нашему спорткомитету к нам подключаются нам помогают я тут этого не скрываю потому что наверное мы уже сделали свое имя когда мы приходим и говорим здравствуйте мои девочки из мамы оффлайн а можете нам помочь мы вот хотим вот это организовать проблем да у меня вот честно скажу проблем нет нам вообще никто не кажется вы умеете уговаривать возможно вот прошла и несмотря на то что у нас было более 60 семей принявших участие в эстафете они у нас все ушли с подарками то есть всем тут же у нас подъехала пиццерия вручили всем по пицце пакеты с подарками грамоты диплома это ведь здорово когда ты приходишь вот мы прошли эту полосу препятствий получили эти подарки да вот этот этот жизнь которая состоит из мелочей кажется вот многие люди ломают голову как провести там субботу воскресенье мыслить некоторые города некоторые мечтают поспать ну ладно может там выспаться пару выходных но одно дело ты там высыпая ребенок что да вот мы там переживаем что дети чем-то занимаются а тут вот как раз уже мне кажется где дети сами за родителями бегут потому что родители как бы у них больше даже детства это не доиграли не доиграли потому что когда даже вот на игрушки вручаем очень часто я истки мы посмотрю что там тебе подарили это ребенок содержит эта игрушка мы в принципе все равно что ему подарили а маму же разглядывает на самом деле вот эти вот улыбки они вдохновляют на еще больше движение вперед в этом году фестиваль детства у нас прошел очень скажем так длительно потому что это прошел традиционный парад колясок это было на большое количество мастер-классов и мы в этом году выведя из рамок чемпионата ползунков который у нас проходит как ему ежегодно в апреле мы вывели талакары самокаты беговелы мы вывели на отдельную полосу не позже зелы дохива обычно людей смущает слова талакара не спрошу что это такое именно эти соревнования отдельно провели все детки опять-таки что получили свои медали они не столько радовались уже олимпийские игры для не конечно как как болеют родители это тоже это вот вот я прям смотрю мне тоже всегда дети участвуют в этих мероприятиях я смотрю за реакции мам папа бабушек дедушек как они поддержат как они там бегут рядом и вот это вот то что вот это верой когда вот ребенок подъезжает или побеждает когда они его подкидывают ну принципе он сделал то же самое что делать каждый день но здесь он это сделал по время по секундомеру да и прибавил себе такой то есть это для психического состояния плюсик конечно конечно и когда уже выкладывают вот эти вот дипломы в инстаграме фотографий и уже звезда уже получил свою первую медаль а вот скажите мама оффлайн и ты хорошо а может появиться организация так в общем спрашиваю папа оффлайн может появиться а если что-то кстати если что-то подобное с кем может быть вы может быть даже не нашей стране где-то за границей во первых есть движение пап не конкретно нашем городе но есть движение пап да у нас была рубрика папа оффлайн где у нас григорий негин это наш ведущий мы узнаем этот у нас будет да 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 ввел рубрику у него как раз только родилась первая дочь ему нужно было вот это вот мужской взгляд мужской взгляд потому что он очень активно принимает участие в ее воспитании и здесь вот этот вот мы понимаем что но это хорошее такое может быть дополнение просто не каждый папа на это конечно согласен но я скажу так каждый год когда мы проводим какие-то мероприятия конкретно для мам то есть у нас есть мама года у нас есть мамочка ли берчаночка папа подходит и так вот когда для пап что-нибудь будет я даже что я скажу так что у нас в планах есть конкурс для пап мы сейчас ждем самый подходящий момент чтобы мы могли с ним красиво выступить собрать пап потому что желающих пап немало я думаю может и будет меньше но дело то что дать вспомним там советское время было была программа а ну-ка девушки а ну-ка парни да причем а ну-ка парни казалось бы ну она такая организированная была патриотическая а масляков александр васильевич вел это все дело но а ну-ка парни как-то были быстро заглохли а ну-ка девушки дожили практически до конца советского союза поэтому папа это наверно особая такая осторожная история но тем не менее среди них как мне кажется вот это будет хорошее дополнение потому что они могут привнести какую-то новому мужскую до составляющего первых у нас очень много творческих по поводу и я скажу так если это одному папе надоело так на его смену придет другую потому что попали так я время идет время идет да то есть детки растут детки растут они становятся родителями в дальнейшем и эти же родители воспитываясь на таких мероприятиях которые проходят нас в округе они тоже становятся такими же активными как вот и мы сейчас потому что даже вот по своей дочери могу сказать возрасте пяти лет я спрошу кем ты хочешь быть она горел я хочу быть тоже мама оффлайн если она еще как бы не понимает что это такое это бренд за тоже бренд ну и в общем так этому все идет кто знает может быть будет вам достойная смена со временем возьмешь даже не смена неправильно сказал а помощник да возможно что-нибудь о заграничном опыте вам известно где-то подсматриваете я скажу даже больше что проводя первый конкурс мамочка-люберчаночка у нас победительница стала виктория никметова через два года они уехали и каково было мое счастье когда я увидела что она создала аналогичный клуб бруклинских мам где наши в бруклин да и вот на самом деле для меня это промут конкретно для меня это большая победа то что мы вдохновили человека создать что-то похожее то есть я никогда не скуплюсь на какие-то комментарии по этому поводу если меня ко мне обращаются за советом я всегда готова помочь потому что ну если ко мне обратили значит я могу помочь конечно безу но тут очень хорошо что проект хороший раз он до моментально заработали ладно там в каком-нибудь российском другом регионе а совсем ну жжем да так сказать лагере сегодня ну и финале давайте мы поговорим все таки мама же они разные бывают давайте говорить честно что мама когда вот этот возраст от нуля до трех это довольно сложный такой человеческий организм это да и кстати папа тоже такие же вот как вам удается раза разруливать сейчас может быть какие-то ситуации наверняка же бывают конфликты конфликт на самом деле я на сегодняшний день окружила себя настолько людьми конфликтов у меня принципе практически нет конфликтов какому да и даже несмотря на то что там я по даже по своему ребенку скажу что там в садике кто-то с кем-то подрался кто-то что-то кому-то сказал я стараюсь во первых детские конфликты не вмешиваются потому что ну конечно если там не приходится какие-то рамки разумного потому что они сегодня поругались завтра они помирились ну как всегда а родители если поругались маловероятно что они помириться дали за точно поэтому всегда где-то возможно можно пойти на уступки где-то можно объяснить людям что ты здесь не прав почему и объяснить это почему потому что но это действительно очень важно когда ты делаешь шаг и делаешь его не в не в том направлении если рядом будет тот кто тебе подскажет особо немножечко левее и вот здесь вот вот она будет эта цель твоя достигнута то в принципе это было бы здорово мне повезло рядом со мной есть такие люди но я считаю что городскому округу люберцы повезло что есть вы есть ваши зачинатели этого проекта который напомню называется мама оффлайн и который стал в этом году победителем урядом премии губернатора московской области андрея воробьева мы рядом я ради перемен а переменные нас всегда должны быть к лучшему чтобы лучше жилось мамочкам чтобы лучше жилось папам чтобы лучше жилось прежде всего детям когда все вместе такие горы можно свернуть спасибо вам большое с вами было очень приятно и общаться желаем вам и фестивалю город детства за который собственно говоря премия была получена только успехов у нас гостях была елена гайфулина руководитель сообщества мама оффлайн это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и